все пошла всех рад приветствовать снова чем она работе воскресенье 5 вечера а мы где а мы уже в пути надо закрываться тараканов стука ли просто есть так ну что ничего интересного остановился я короче на этой заправке на 78 километр не доезжая сипович сходил воды взял взял такую маленькую кваску закинем холодосик у нас была прохладная вода такой водички охладил холодильник рулит вот тогда я доехал выгрузился все нормально вот вечером уже домой приехал чуть полазил по сайтам была загрузка за не очень высокую цену я предложил свою сказали что не вывезем но в 10 утра мне перезвонили и сказали что мы вам отдаем заказчика напрямую эти в общем позвонил заказчик все решили и поехал я в субботу к трем часам на таможню забрал три ящика коробок там пом 27 каких-то все веса около пятерки наверно ну и едем жлобин гомель в жлобине бмз два ящика ящик в гомеле в одном месте и коробки в другом короче три точки выгрузки так что вот так вот а можно сказать взял кофейку флейт white что-то полюбил я флейт white двойной кофе с молоком когда капучино не торкает а флейт white более-менее нормально а вот ну и едем потихоньку выехал во сколько я что-то хотел поснимать что на телефоне туда-сюда заехал там пополнил галтол ну и все до сюда ехал думаю ну надо же вам рассказать чё и как вот так что сейчас постоим кофейку попьем ну и поедем дальше не знаю вот сижу думаю как ехать надо же немного платку обижать вот думаю поехать через бобрусь по прямой через рогачев и в жлобине выехать ну и стою думаю где ночевать там адрес дали на промышленная улица это там где бмз эти ну там есть к это заправка но не знаю стану там или нет или здесь вот попробовать где как-то ночевал выезжаешь направо под мост и под мостом заправка ну либо тут встать наверху но в общем варианты есть доедем посмотрим хрен его знает как то вот так смотрел с гомеля что-нибудь пока там ничего не было такого на понедельник вообще ничего не видел никуда в принципе нам без разницы куда мы поедем хоть куда так сказать в общем вот такие друзья новости холодосики с обоечка ну как-то вот раскромно там колбаска туда-сюда кефира взял бутылочку если что найдем столовку в гомеле я уже был в столовке в какой-то в жлобине уже там заходил в принципе что-нибудь найти поесть можно поэтому не в еде делу главное чтоб была вода вода всему голова ну в общем как то вот так больше новостей пока нет поэтому работаем что еще что не может не радовать занимаемся тем чем должны заниматься работой грузился на таможня встретил там подписчика на мания на польских номерах блин слушай я извиняюсь ты бусаре блин забыл как зовут выскочила с головы просто чем тебе привет а вот хотел там увидел что он привез на таможне и выгружал блин прям хотел заснять немножко пошутить и уже было некогда уже там груз доставали у него или вывозили и мои клиенты были со мной надо было выехать за территорию еще у них с легковой машины забрать коробки так что не получилось шутишного начала ролика так скажем все будем шутить дальше если получится тишина в эту сторону еду машин нету всем минчане домой едут минчане как бы в сторону гомеля вообще машин практически нету еле-еле так что друзья вот такие новины такие новины посадил там тик токе где-то вылезла пару роликов что там людей машка заедает как бы не хотелось в минске такой машки нету вот в могилёве было когда утром проснулся прям летали и так еще так думаю нихрена себе ветер такой вот ну там где-то люди на речках отдыхали там женщина ролик с ними или на заправке надо же стояла ролик снимала у нее тут все стекло боковое прямо черное было от мужик они прям лезли поздороваться не хотелось бы все так здесь нету не знаю вообще пробовать заказывать сюда сетки на лето или нет как бы сетками ездить стали вопросы задавать но в плане того что их хотя бы днем можно здесь ну тут уже место чуть побольше чуть чуть побольше принципе поставил здесь вечером их ну как бы можно если окна открывать то можно поставить ну то есть как бы в принципе но только что вот это волтузня туда-сюда но она может выручать в процессе того что ты будешь стоять чтобы комарики не джигали надо поузнавать и делают такие сетки не делал мы должны делать в принципе тут все как и в любом автомобиле как-то так так что что погнали дальше ну вот и город рогачёв я же поехал через рогачёв так что саня чикаго тебе приветствую родины маме свете привет и всем кто смотрит меня здесь он также привет вот он город в котором делают самую вкусную да конечно тут не поспоришь рогачёвская самая вкусная так надо притормаживать полицейские так что саня вот посмотришь год ты не был уже до год назад наверно почти год посмотришь на родину свою я тебе каратенечка покажу здесь опять стал у меня этот блин к как он называется весь блин а свистеть коллектор когда я уже доберусь до него что с ними сделать я не знаю она до пола уже самого напрягают окна открываешь так прямо слышно шумновато а сейчас будет рогачёвский этот заводик слева ну кто не был так рассказываю не то что так то понятно уже был ездил видел знает тому неинтересно но ежа те кто не знаю полицейские лежачие чувак лысый стоит загоревший капец блин обидели какой он загоревший видно работает на природе да просто поднимемся и с левой стороны кстати можно было зайти конечно магазин а то у меня уже все заканчивается я купил лук-бокская у нас была в магазине последний пакетик забрал что-то а рогачёвский что-то и не видать что-то как-то странно сделали просто сузили для чего хрен его знает давно я тут не ездил давно что-то даже вот сижу вспоминаю а когда когда и что-то не могу припомнить пока пока не могу вон он рогачёвский этот заводик слева там что-то пар идет с трубы не что варят вид на сгущу а то вот сюда вот в этот универсам можно было зайти конечно я думаю там должна быть рогачёвская сгущенка не может быть я вот тут не помню тут есть фирменный магазин их не или нету вон люди стоят мошка видно летает ногами машина кстати тоже на лобовике вот набедывал это капли блин а это вот так мошечки набились нам нажмите да сказали коммерской области мошка тут мучает людей капец я думаю это временно ближайшие пару недель должна пройти это холера или чума как это правильно это назвать то вот машина легковая он российские номера у него вся морда в мошках просто забито я представляю что у меня будет тоже самое я правда не так быстро еду чтобы прямо все-таки быстрее на калашмаче на весь бампер номер все закрыто что поехали дальше привет передал так как говорится медалируем долей уже даже на немного совету не помню сколько километров до дожлобина что было 20 наверно дай бог памяти и будем искать себе пристанище для ночевочки поскакали вот мы и в жлобине видите все для людей чистенько аккуратненько правда с 10 до 8 не работает сказали туда ходить или не будет работать того мальцевите покрасили прямо тут видно красили краска накапана подготовка к тахогляду скамеечка красивая паровозик ну и я тут как раз одно местечко было между местной бандой вот тут кто-то на седьмом штате стоит никого нет может спит человек не знаю а я вот так вот заехал очень одно местечко было я решил стать вот так вот почему потому что ну что тут не отсвечивать отсвечивать туда туда как раз под уклончик вверх будет удобно спать по тиху доскакали все нормально завтра мошка блин летает комары летает так что сейчас задраиваем люки сейчас посмотрим что тут спереди у нас ну еще не так там я медленно ехал поэтому не так многое набилось что за пятна не мои старье нормально легковая ехал у него вообще номера не видно ничего не видно было птички поют все нормально на улице не жарко так что спать будет кайфового мошка начинает летать кыш кыш муха кыш фу все прячемся сейчас перекусим быстренько и замутим стрим пообщаемся с вами давно не виделись так что до завтра кайфуем ну что друзья вот и наступило утро очередное что лень было заваривать кофе самому пошел купил купил сгущен очки на заправке рогачевской наивкуснейший по 270 я думаю в минске такие гроши даже не найду по 270 ну и все короче сейчас попью кофейку у нас как обычно французское утро с химическими круассанами качаем воздух ну и потиху уедем 10 километров до выгрузки здесь через город короче надо ехать работать солнце нам светило я вчера правильно стал сюда головой так классно вообще не знаю но такое ощущение что ты спишь на природе но вышел короче помыться зубы почистить мошки капец вечером вчера есть только не было она именно эта машка я так понимаю в дневное время то есть комары в ночное а это дрянь в дневное время даже я вышел туда рой такой а дверь была открыта быстрее закрыл дверь короче канистру поставил там на фильтр был садом обычно с двери тут моешься ну и короче налетела я здесь хату тоже за 30 секунд просто капец так что ладно прогреваемся как говорится и выдвигаемся поехали чуть-чуть похоже часто пьем и так друзья ну чтобы где-то подъезжаем в общем сначала набрал человечек не снял трубку потом снял и что ехать сказали набрать говорит 12 проходная склад у меня указан какой-то там все его видел название склада в другой стороны завода где-то а где-то с другой стороны завода хреново центральная где-то сейчас приедем еду потихоньку не что-то россия за начатку ехать чё а вот это беларусь немц которую я вчера думал сюда приехать или нет это то была возле проходной не припомню ни здесь тоже беларусь немцова указана что непонятно кирогазит бмс этот весь чёрный дым труба С другой стороны это с какой? Куды мне ехать? Кто-нибудь сказал, где это? Так, ладно. Говорит, спросите у любого. Вам любой скажет, где это. Сейчас будем спрашивать. Я так понимаю, вот там вот светлофор. Ага, я понял. Нам направо и налево. Все, тут дороги нет. Тут железная дорога куда-то повела. Куда-то не туда. То есть мы упремся в центральное. И где-то нам направо. Сто пудово. Еще будем искать. У любого спрашивать и искать. Ого, черная дым труба. Металл варят парни. Куда нам ехать? Где 12-й склад? Кто знает. Йокараны, бабай, блины. До конца маршрута 200 метров. Направо точно. Налево точно там некуда ехать. Надо ехать направо. Вот он все гудит прямо. Белорусский Миколай-Музеский завод. Эх, поехали. На, куда-то вот сюда. А вы приехали? Мы-то приехали. А у нас заправочка справа. Да, кстати. Но тут так все дымит, что были на этом. Экологически как бы непонятно. А вот эта стояночка сделана для работников. Справа большая. Ладно, поедем кататься. Что делать? Это же должно быть, это правильно. Упс, упс, упс. Склад временного хранения налево. Или я здесь был, блин, не помню. Может и был. Что-то я вот здесь вот припоминаю. Вот это вот налево. Диагностическая станция. А вон и стояночка была для фурей. Ну, тут место бы нашли точно, где заночевать. Ладно. Где заночевали, там заночевали. Что, друзья мои, вырвался я из плена. Время 10.30. Два часа провели. А почему? Было бы все быстро. Не смог. Внутренний погрузчик их не там. А там даже не погрузчик, а типа штабелерка электро этот, я не знаю как. Он до двухтон он не смог поднять этот поддон, представляете, который стоял сзади. Я думаю, чего у меня машина так просела. Приехал трехтонник погрузчик, и он его чуть сдернул. Я так и не понял, сколько там веса было. Но этот, который, они должны были два быть, по тоне 900. Но один он снял, но он был как будто легкий прямо. Я почему-то, когда грузился на таможне, мне этот карщик говорит, ну этот тяжелее чуть-чуть. Я говорю, ну хрен его знает, ставь. В общем, надо было его сюда в середину ставить, а тот на край. Ну непонятно. Железо и там, и там, но в этом прям железо-железо было. Поэтому какой вес получился, непонятный. Но вот это вот все было прямо на самой жопе, скажем так. Ну да ладно. Так, мне до следующей точки в Гомеле 112 километров. И там две точки рядом, два заводика рядом. Поэтому, поэтому как-то так. Так, друзья, мне звонят. Пока поехали. Друзья, а вот и город Комель. Я вообще думал, нам налево, по объездной здесь надо будет. А оказывается, нам по прямой и направо. Это в Торчермет у нас одна точка, а вторая, не помню, как называется. Не помню. Я позвонил заранее сюда. Говорю, давайте, может быть, разгрузимся. Не в часу обед, а сейчас как раз без 10-12. Так что, в принципе, все должно быть нормально. Блин, тут буквально недалече вообще. А получается, тут сейчас сюда двух обед, а на той точке с 12 до 12.40. Я думаю, ну, сначала сюда заеду, попробую коробки эти выгрузить. А как раз и там опять закончится. И все. А вот и место для ночи. Новый члега. Правда, тут все что-то забито. Как-то. Надо так переночевать, может, ты найдешь дырочку. Ну, как-то все плотничком тут местными заставлено. 600 метров. Держитесь. А затем круговое движение. Второй съезд. Ну, так, нам буквально сейчас круг и сразу направо и будет этот Торчермет. Нормально тогда. Ну, что это же? Галет едет, нет? Не хочет. В разгончик, брать, не хочет. Не хочет. Так, навигатор показывает, что мы сейчас тут оправа. Вернее, по кругу и потом нам направо. И там будет Торчермет. Да ну нахрен. И уже тут все рядышком. Неожиданно приятно. Ну, если я, конечно, правильно адресочек забил. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Гобелю, короче, привет передаю. Поверните направо. Поверните направо. Самые цели, можно сказать. Может, тут и столовка где есть. Можно зайти и покушать. Сейчас посмотрим по сторонам, может быть, где есть. Так, пока не бачу. Ау, наверное, выезжает. Нет, это какой-то Сан-Техпроф. Или не Сан-Техпроф. Впереди железнодорожный переезд. Ну и хрен с ним. А вот, для транспорта работников Торчермет. Значит, это наш Торчермет. Ну все. Он заезжает. Прибыли. Будем заезжать. Гормель в Торчермет. Отлично. Вы приехали в промежуточную точку. Спасибо тебе, подруга. Ты вообще лучшая. Ладно, друзья, ждем. Вот охрана пришла. Сейчас попробуем заскочить. В общем, стою на Торчермете. Что-то пошло чуть-чуть не так. Как бы меня выгрузили, но что-то там не сходится. Не то положили, не то лишнее, не то ничего не понял. В общем, там пошли созвоны, позвоны, туда-сюда. В общем, решают, что и как. Так что, как-то вот так вот. А тут такой памятник, смотрите. Гляньте, какая красота. Железный Феликс, е-мое. Офигеть. Так что, вот так вот. Так что, как-то вот так. Поэтому, поэтому сидим, ждем. Вот. Ну, как бы час дня, еще все нормально. Ищу загрузки. Пока ни хрена толком нету. Вот на Россию нашел. Короче, немножко длиннее, чем должно быть оно. 7,5 длина. Отправить не против, если я иду. Не все. Сейчас напишем человеку, что уже машина занята. заняты. Так что, ответственность никто нести не хочет ни за что. Вот. А оно там не сильно, ну, длинноватое. 7,5, мне кажется, будет торчать. Во-первых, если бы был борт, борт можно снять. У меня ворота сзади. Куда мне их деть? Ремнями привязывать не вариант. Они там и так держатся. А оставлять их вот так вот вокруг груза не вариант. Там груз легкий, 600 килограмм всего. Вот. Отправитель сказал, это ваши проблемы, если вас на границе будут делать. Поэтому свои проблемы оставим при себе, а они, пускай, свои оставляют при себе. Правильно? Правильно. Поэтому ждем звонка, ждем. Женщина, я так понимаю, тут на складе кладовщица обедает. Что мне скажет? Не знаю, что мне могут сказать, но уже хотелось бы поехать, выгрузить этот ящик и закончить с этой работой. Но я думаю, что все должно получиться. Так что в легком ожидании, столовки тут нету у них на вторчермете на этом. Поэтому с собой кубок отточить неохота, выйдем где-то там, должна быть дальше столовка. Куда мы едем дальше? На какой-то завод. Завод у нас станков и узлов. Так вот. Так что в ожидании. Блин, пол третьего меня только отпустили. Только вот отпустили. Ё-ка-раны-бабай, а. Тут что-то тут и сюрприз. Назад коробку с фильтрами какую-то там отдали. Вот. Все. Документы отработаны. Убрали. Все убрали. Эти убрали. Все. Мне тут буквально два километра уже осталось. Я уже позвонил, там кто еще достал. Давайте. Сейчас предупрежу всех. Охрану, марану. Всех предупредим. Ну, давайте, давайте. Я к вам еду. Так что вот так вот. Не быстро, блин, получилось. Ё-ка-раны-бабай. О, нам, вот там, направо. Пообедать я не пообедал, посидел с сапойку, поточил немножко и все. Я думаю, что столовку я уже вряд ли найду какое-то время уже полтретьего. Так что. Будем холодать, наверное. Блин, ни хрена не могу отсюда взять загрузок. Никаких нету. То, что есть, что-то там вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Прямо все. Подождите направо. Вот. Хотелось бы, чтобы что-то было, но ни хрена нет. Блин, понимаете? Вот сейчас еще там удочку загинул на одну загрузку. Отсюда с Гомера. Но боюсь, что не поедем, потому что будет дрога. Я так думаю. Дороговато будет. Так, нам вот здесь буквально полтора километра и типа мы должны упереться в ворота. А вот канал какой-то. Рыбачки даже вон стоят. Что-то как-то поддушивает по погоде. 25 градусов показывает. А вот прям душновастенька. Прям чувствуешь, что душновастенька. Так, нам тут прямо. Трохи прямо. Да, загрузками, конечно, тут проблем, проблем. Что-то было. Начинают по цене душить. Вообще какие-то копейки называют люди. Ну и все говорят одну и ту же короночку. Нам, ребята, возят. Я говорю, понял. Ребята, это не про нас. За какие-то вообще копеечные суммы называют. Ну, самое интересное, что это не два палета, там и 500 килограмм, не тонна, да? А, то есть там 5 тонн 600, 4 тонны. Ну, то есть как бы. Ну, груз, так сказать. Груз. А ни хрена. А ни хрена. Даже за этот груз хотят платить. Блин, какие-то тучи там со стороны жлоба найдут. А быть, тоже будет с грозой. Ну, надеюсь, что здесь на час тут не подержат. Будем надеяться. Вот как бывает. Блин, уже песни петь можно начинать. Через 300 метров поверните направо. Окей. Насказала ворота, вот поликлиника и прямо будут ворота. Ну, хорошо, давайте посмотрим подъедем. Где-то должно быть прямо ворота. Как завод называется? Какого-то станков на ворота. А вот, наверное, и сразу здесь направо. Сразу здесь направо и сразу вот ворота, я так понимаю. Ага. Поверните направо, во двор, а затем поверните направо. Вот это уровень. Сейчас чих-пых. И заезжаем. Нам нужен охрана. Женщина, не закрывайте калиточку. Это я приехал к вам. Вас должны были предупредить. Чик, пойду схожу. Покажу документ. Ну что, друзья, все. Груз доставили, все нормально. Ну что вы тут, разберетесь между собой. Не, мальчик. Не, чтобы сережку пропустить, а потом поворачивать, да? Ну ладно. Куда я еду? Хрен его знает. Чего я выехал? А тут даже встать негде. Нема парковочных мест. Короче, никто мне не перезванивает по загрузкам. Ничего вообще нету. Столовая, сказали, есть, но уже закрыто. Поэтому. Поэтому сегодня на сухпая, скорее всего. Ладно. Что, на первый раз? Может, где-то тут и есть какая-то кафешка или что-нибудь. Но я же не местная, ничего не знаю. Так, надо это выехать. Наверное, надо выехать нам куда-то на заправку. Привстать. Еще раз внимательно поизучать рынок труда. Ну а нет, все, можно выдвигаться в сторону дома. Вот, как бы. Да и бог с ним. Но нету такого вот фарту, чтобы вот, где не приехал, там еще и загрузочку взял. Иногда бывает, конечно, но это редкость. Нам тут оплачивали круга рейс, поэтому нам, как бы, в принципе, да. Но мы же тут деньги зарабатываем, правильно. Хотелось бы взять что-нибудь за деньги. Было, я делал предложение тут и на Бобруиске, и туда, и сюда. Но не срослось. Не срослось. Ну что, дождик дойдет или нет? Такая туча висит там слева. Ну непонятно, дойдет дождик или не дойдет. Ну, ракета. Излили моторы. Порты, извиня, порты. Раздолбанные петли. Их сделали, но они очень свободны. Там прям свободный ход. Вот не знаю, попробовать такие резинки одеть туда, типа шланга нарезать. Ну, не очень толстого. Вот, чтобы оно там не так бабахало. Надо, наверное, подумать. Причем это, по большей части, правая сторона грибит, которой я не пользуюсь бортами. Надо подумать, как-то это воплотить в жизнь. Так, нам здесь, походу, налево. Если включить ракету, можем успеть. Вот так вот. Хлоп-хлоп-хлоп. Я правильно еду, нет? Память дело такое, могу и подзабыть. Да, вроде здесь и ехали. В общем, вот так вот прошли мои два трудодня, друзья мои. Вот так вот и прошли. Ладненько, что-то трындеть, не трындеть. Выезжаем куда-нибудь в сторону за город. Нам тут буквально чуть проехать на мост. И там будет заправка белоруссия. Кинем там якорем. Может, что-нибудь еще доедим. Неохота ролл там что-то не хочу. Не знаю. У меня есть там пью решка. Но она меня не впечатляет. Посмотрим, зайду на заправку. Там что-нибудь есть. Я не знаю. Ох, какой датчик, да? Блин, красиво, да. Четкий, ухоженный. Видно сразу, что по камине, по рукам, по параме. Я прям так косово кинул. Симпатичный, симпатичный. Ладно, поехали пока. Ну что, друзья мои. Как бы на этом, наверное, все. Стою в Гомеле. Пошел меня там покормили на заправке, девочки. Борща от мороженого предложили. Какая-то картошка эта, ну, которая там готовая, а с курицей замороженная тоже. Покушал слегка. Кофейком все это придавили. Сейчас гремит, сверкает все вокруг. Тучи натягивают. Там где-то идет дождь. Вот сюда идет. Вот. Ну и нихрена нету. В общем, время 4. Вот. Если сейчас ничего еще минут 15-20 не вылезет, не срастется, значит, коптим домой. Но если что-то будет, то узнаете об этом уже в следующей серии. Так что вот так вот поработали. Как бы все вроде нормально. Работу сделали. Деньги мы уже за работу получили. Вот. Нам сегодня раз и оплатили все. Поэтому как бы вот так и работаем. Так и живем. Закрылся. Сижу тепловато, но мошка не дает. Вот просто уже пол кабины мошки. Закрыл стекла, потому что лезут просто вот как тучей. Невозможно. Сеточки сейчас бы, конечно, не помешали. Вот прям в этот период. Конкретно бы не помешали. Но их нету. Вот видите, даже пот течет, потому что тепло. Но открывать не хочу. Уже тут в кабине находиться невозможно. Они тут летают. Прямо целый лобовик. Так что всем пока. Увидимся. Прямо. Прямо целый лобовик. Продолжение следует...